Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск. Мы расскажем вам новую версию разрыва Ксюши Бородиной с Курбаном Омаровым от Михаила Терехина. Личная жизнь телеведущей проекта Дом-2 Ксюши Бородиной находится под пристальным прицелом миллионов людей. В большей степени разговоры касаются отношений Ксении и Курбана. Меньше года назад они сыграли свадьбу, за это время у них родилась дочка Теона. Однако, в последнее время Ксюша и ее супруг не живут вместе. Также они порознь посещают разные мероприятия. Подписчики Бородиной в соцсетях заметили, что она больше не носит обручальное кольцо и перестала выставлять совместные с мужем снимки. Даже на праздник, посвященный дню рождения дочери Бородиной от первого брака Маруси, Курбан Омаров не был приглашен. В связи с этим стали ходить слухи о том, что пара готовится к разводу. Более того, Курбан удалил свою страницу в одной из самых популярных сетей и следить за его жизнью теперь стало невозможно. Ксения эти слухи никак не комментирует. Недавно она написала, что ей приятно, что люди переживают за нее, но личная жизнь должна оставаться личной. И вот 36-летний экс-возлюбленный Ксюши Михаил Терехин, с которым она прожила несколько лет до Курбана, дал комментарии по поводу всей ситуации. Михаил признался, что подписан на бывшую девушку и следит за ее жизнью. Терехин сказал журналистам, «Курбан наступил на те же грабли, что и я в свое время. Вовремя не пресек все попытки взять себя под полный контроль». Миша рассказал, что Ксения во время отношений с ним установила тайным образом на его мобильный телефон шпионскую программу. Программа стала записывать все телефонные разговоры Терехина, а он, не стесняясь, флиртовал с другими девушками. Именно тогда Бородина и приняла решение перестать с ним встречаться. «Не сомневаюсь, что она там что-то вычитала, какой-то компромат, узнала о его общении и связях с девушками», продолжает Михаил. «Так было со мной, из-за этого мы с Ксенией окончательно и разошлись. Хотя сама она тоже может изменить. Мне она изменяла. И все-таки Михаил надеется, что Ксения и Курбан скоро помирятся. У них ведь есть ребенок, это большая ответственность». Терехин рассказывает, «С Ксюшей непросто, она колка на язык и может словом ударить так, что мало не покажется. У нее есть одна очень плохая черта – сравнивать своих мужчин с другими. Она завидует своим богатым подругам и их успешным мужьям, например, Оли Бузовой. Она хочет всего и сразу, чтобы муж был молод, красив и богат, хочет мачо. Так, к сожалению, не бывает». Сам Терехин якобы старается отойти от публичной жизни, занимается самообразованием, готовится стать адвокатом. Больше времени он старается проводить с сыном, который поступил в кадетское училище и будет военным. Михаил Терехин открыт для отношений. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.